Здравствуйте, мои прекрасные, мои хорошие зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня я расскажу вам, как у нас здесь дела. Я расскажу то, что, в общем-то, слышу, считываю прежде всего с новостных, официальных, абсолютно официальных порталов. Мне очень не нравится, что многие зрители, которые, возможно, даже не живут в Италии, пытаются дискредитировать мою информацию и говорить, что я рассказываю чушь. Именно поэтому я предлагаю скрины. Возможно, вы не читаете на итальянском языке, но я, что называется, себе соломку решила подстелить. Все, о чем я рассказываю, я подкрепляю скринами. Более того, эти скрины взяты с двух официальных сайтов, поэтому я считаю, что эту информацию можно доверять. Давайте я расскажу вам, как сегодня у нас началось утро. Сегодня утро началось у нас со звонка в дверь, и я спросила, кто это. Признаться, я до сих пор жду одну посылку с интернет-шоппинга. Там джинсики новенькие, которые я очень хочу начать примерять в ближайших видео. Джинсы-бананы, на самом деле, я себе заказала. Кстати, очень многие сайты не работают. Они прямо-таки не работают непросто, потому что нет доставки сейчас. Какие-то транспортировщики, они действительно ушли также в карантин. Я не совсем представляю, они должны были уйти, либо это было решение добровольное, потому что сократилось количество перевозок, которые были, допустим, по сравнению с ситуацией еще месяц назад. Но многие сайты не поддерживают даже интернет-портал свой. Как, например, на сайте Диффузионы Тессели, который я всем советую, на котором сама часто покупаю. Там прямо-таки сейчас висит объявление, что даже их интернет-персонал находится на карантине. Так вот, позвонила к нам сегодня в дверь, я спросила, кто это. И мне сказали про Татьон и Чивили. Про Татьон и Чивили – это не что иное, как представители людей, которые олицетворяют собой гражданскую защиту. Именно они ездят по нашему городу и говорят в громкоговоритель о том, что необходимо оставаться дома. А именно они сегодня привезли нам маски. Сейчас я покажу маски, которые достались каждому жителю, наверное, все-таки Монте-Гротто. Здесь я не могу сказать, но совершенно точно каждому жителю нашего дома. И это вот такие маски. Я спросила, они одноразовые. Их, кстати, очень много прислали. То есть здесь на пакете указано количество проживающих людей, которые здесь прописаны. Но масок очень много, соответственно, они с запасом. Я спросила, это одноразовые маски? Мне сказали, внимание, вы можете на эти маски распрыскать алкоголь, это называется здесь в Италии, 98% спирт. Я думаю, это будет на русском. Не знаю, как в вашей стране, но в нашей стране и в Италии, точнее, где я живу, этот спирт 98% он имеется в любом супермаркете, он недорого стоит и имеет розовый выраженный цвет и очень выраженный запах. Сейчас в нашем доме все пахнет этим алкоголем 98%, спиртом, точнее, 98%. Ну и также я рассказывала, что я и по подъезду нашему прохожу с тряпочкой, с этим спиртом. Так вот, мне сказали, вы можете распылить на маску, оставить, она высохнет и можете снова ее использовать. И так до 4 раз можно дезинфицировать маски. Вот столько их у нас, возможно, даже чуть больше. Соответственно, были маски, я думаю, предусмотрены для детей, хотя мы понимаем, что на Данечку и на Кабрюшечку эти маски слишком велики. Также мне прислали, также мне прислали, точнее принесли номера телефонов, где можно заказать хлеб. Правда, указано заказ от 15 евро. Я думаю, мы понимаем, что для хлеба это очень много, очень большая сумма. Но, тем не менее, есть, да, возможность заказать свежие овощи, свежие фрукты, несколько работают пекарен, соответственно, хлеб можно заказать. В недавнем видео о готовке я сказала, что с хлебом у нас некие сложности, нет того выбора, который был. Но, тем не менее, вот здесь 3 пекарни у нас обозначены. Можно также колбасочку прикупить, вот тут указано, солумерие, то есть это магазин, который специализируется на колбасах и прошуту и так далее. И, соответственно, указаны также номера телефонов и, опять же, краткая информация, что нужно делать в случае, есть ли симптомы. Какие симптомы? Это высокая температура, недомогание и сухой кашель. Ну что ж, переходим к новостям. Думаю, что очень многие от меня ждут статистики и комментарии на тему, что, насколько я поняла, по каким-то новостным каналам прошла информация, что та тенденция на спад, прежде всего, по анализам на количество зараженных, эта тенденция держалась 4 дня примерно. Я в этом видео, опять же, затрону аспект, почему примерно, почему мы не можем понять, когда ожидается пик. Очень хорошо я нашла, как это было прокомментировано, и вам просто, что называется, перескажу. Так вот, могу сказать, что да, тенденция, к сожалению, на то, что касается количества положительных анализов на коронавирус, эта тенденция на данный момент пошла, скажем так, в прирост. Но, тем не менее, вчера по количеству смертей тенденция была на небольшое, но все-таки уменьшение смертей. Более того, вчера я решила посмотреть телевизор, и могу сказать, что вот все люди, которые выступали, это кто? Это представители по регионам, но не официальные лица, допустим, кто работает в госпитале, какой-то даже рядовой врач, кто работает, опять же, где-то, кто звонит где-то, кто имеет, допустим, непосредственное отношение к статистике, к сбору статистики и так далее. У всех этих людей, независимо друг от друга, потому что они были на онлайн-связи, прослеживалась совершенно четкая мысль. Я не совсем понимаю, зачем люди, которые, насколько я понимаю, живут в Италии, пишут в комментариях под моими видео совершенно иные вещи. Так вот, все эти люди говорили, внимание, что в отношении случаев как смертности, так и количества положительного анализа на коронавирус, в отношении прошлой недели мы совершенно точно имеем тенденцию к уменьшению и того, и другого. Поэтому сейчас у Италии появилась надежда как никогда. Что очень влияет на статистику и почему всегда, даже по телевизору говорят, вот на данный момент примерно вот такая ситуация. Потому что все регионы, в особенности регионы, как мой регион, Венетон, Ломбардия, это регионы, которые не одновременно передают свою статистику. Она может поступить чуть раньше, она может поступить чуть позже. И, например, когда в течение дня наблюдается определенная статистика по регионам, она суммируется и картина получается одна. Потом добавляет Ломбардия и Венетто свои данные, где только Ломбардия и Венетто вместе взятые могут перевесить по статистике положительные динамики, либо не очень хорошие динамики для всей Италии. Они могут вот только своими статистическими данными поменять картину к концу дня. Я записываю видео, данное, как и прошлое, с утра оно с трудом выложится к вечеру. И я надеюсь, что вечером я смогу его опубликовать. И я уверена, что же вечером будут опять же другие данные. Также необходимо учитывать, и это очень верно, это очень важно, что помимо дневной статистики, прямо-таки обновляется час за часом иногда мы читаем новости, потом примерно в 5 часов вечера выступает непосредственно перед представителями прессы, представитель, который доносит статистику суммарно за текущий день. Каждое воскресенье статистика вся суммируется, случаи суммируются, и мы имеем полную, скажем так, картину на достаточно длительный период. Это период неделя. И вот именно понедельно и сравниваются основные результаты. Повторяю, совершенно ответственно заявляю, это прослеживается в печатных новостях, это вчера, на это очень много обращали внимания, потому что действительно мы первый раз находимся в ситуации, когда вот эта недельная суммарная статистика, день за днем, день за днем, начиная с понедельника, она, скажем так, зафиксировала абсолютно точно тенденцию на некое замедление распространения и на некое замедление в количестве смертности в отношении статистики прошлой недели. Поэтому я совершенно точно хотела бы об этом вам сегодня рассказать. Остальные новости в своей выпуске я стараюсь делать 10-минутными, возможно, чуть больше, 12-минутными, поэтому в этом выпуске я хотела бы обратить ваше внимание, ответить на очень интересный вопрос, который долгое время мне не давал покоя. Почему относительно той же самой ситуации разные организации, это прежде всего Всемирная организация здравоохранения, скажем так, организации здесь на местах, которые тоже по Италии собирают статистику, прогнозируют разный период пика, который мы ожидаем. Необходимо понимать, что если за прошлую неделю у нас был прирост в случае положительных анализов на коронавирус, необходимо также понимать, что то количество людей, которое оказалось положительным, заразило определенное количество людей. Это неминуемо, но, скорее всего, произошло. И также необходимо понимать, что инкубационный период составляет до 14 дней. Учитываются очень многие факторы. Строгость карантина, погода и также другие-другие-другие факторы учитываются, и прежде всего, вот эта, опять же, скорость инкубации, которая у разных людей может быть разная. Это значит, что 10 человек, которые заразились в этот период, когда, допустим, был пик позитивных анализов, позитивных мазков на соответствующее заболевание, так вот, когда все эти 10 человек, которые контактировали с другими, которые тоже заразились, когда они заболеют, непонятно. Это может произойти через 7 дней, Это может произойти через 10 дней, а может произойти и через 14 дней. Именно поэтому, смотря на динамику, которая происходит прежде всего по заражению, мы знаем, что динамика отслеживается по Италии, по росту количества людей, которые заразились, и также по смертности прежде всего. Так вот, отслеживая эту динамику неделя за неделей, а также учитывая инкубационный период, и учитывая также другие факторы, строгость карантина, Кстати, по поводу модуля тоже был вопрос, по всей видимости, у людей, которые непосредственно здесь в Италии проживают. Давайте я покажу вам старый модуль, с которым я выезжала в супермаркет, и покажу вам новый модуль. Здесь очень важно понимать два принципиальных изменения. Первое изменение – это отсылки непосредственно к тем актам, которые ужесточили наказание за несоблюдение карантина. Это и уголовная ответственность, если я не ошибаюсь, до 12 лет, это и увеличение штрафа. Непосредственно в модуле эти цифры не прописываются, но они непосредственно отсылают к тому акту, к тому акту, который их изменил. Вот на данный момент действует именно этот акт, поэтому поменялся модуль. Ну и все-таки, посмотрите, изменилось положение в отношении домичилью, в отношении места проживания. Я могу проживать здесь, где я прописана, но у меня также есть другая собственность, кстати, это может быть не собственность, это может быть аренда, где у меня есть домичилья, где я просто могу проживать. Соответственно, сейчас я не могу по мотивам передвижения в сторону своего домичилья покинуть пределы внимания своей коммуны. И если раньше мне писали, Яна, вы передвигаетесь, ваша семья, возможно, итальянцы, то посмотрите, как здесь и сейчас происходят дела. Моя коммуна – это Абонатермо, либо Монте-Гротто-Термо, неважно, где я проживаю. Это значит, что действительно здесь и сейчас впадую я поехать не могу. Это противозаконно. Исключения составляют случаи эмердженса, то есть очень большая необходимость. Ну и исключения составляют также случаи работы, которые некоторые категории профессии, они до сих пор продолжают работать. Соответственно, вот в этом бланке все это указано. Поэтому бланк также поменялся. И в отношении пика говорят, что будет ясно прямо-таки вот на этой неделе, когда же все-таки его нам ожидать. Ну что ж, вот такая информация. Я считаю, что эта информация позитивна, по крайней мере, статистика, которая говорит сама за себя, она говорит сама за себя. Я очень жду воскресенье. В воскресенье вечером будет объявлена полная недельная статистика. Я запишу, постараюсь видео. Все зависит, опять же, от погоды. Если будет достаточно светло воскресенье, в любом случае, к концу понедельника ждите видео, которое действительно позволит понять, куда мы двигаемся и чего нам ожидать здесь, в Италии, прежде всего. И хочу сказать также, что в ближайшем видео я отвечу на вопросы, которые мне чаще всего задаются. Как реагируют итальянцы на ту помощь, которая подоспела из России? Я также отвечу на вопрос, который тоже очень часто звучит, по поводу взрыва в Бергаму. Тоже меня очень часто спрашивают, Яна, что это было, знаете ли вы что-то. Соответственно, подобное видео будет выпущено. Желаю всем хороших новостей. Передаю сердечный привет Испании сейчас. Насколько я поняла, Испания сейчас по статистике опережает Италию, по печальной статистике опережает Италию. Так это или нет, опять же, необходимо проверять информацию. Источников очень-очень много. Этих источников очень много, прежде всего, потому что не всегда понятно, кто ведет статистику, кто ее оглашает. Но я хочу сегодня передать сердечный привет своим зрителям из Испании. И Испании в том числе. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Надеюсь, что мы увидимся за тем, что поделимся друг с другом хорошими новостями. Всем пока-пока.